всем привет продолжаем знакомиться с художниками сегодня немножко расскажу покажу картины которые нашел в интернете и текст которые буду зачитывать взяты из википедии антуан жозеф виртс бельгийский живописец и скульптор романтического направления родился антуан сравнительно бедной семье 14 лет от роду поступил в антверпенскую академии художеств его наставники были герц иван брэ исполнил главного образа копии из картины рубинса что и стало по-видимому началом его любви к творчеству рубинсова и соперничестве с уже признанным гением благодаря покровительства члена второй палаты генеральных штатов и самого короля вильямов в голландии в 1821 году была учреждена ежегодная стипендия которой виртс был удостоен в 1828 году жил в париже посещал лувр изучал старых мастеров конечно же восхищался произведением микеландзелла рафаэля вернулся в 1832 году на родину и сразу выигрывает римскую премию академии художеств в мае 1834 года он отправляется за казенный счет в италии где живет там три года время поступают во французскую академию и через год начинает писать свою первую колоссальную картину битва греков с троянцами за тело патрокло она размером 3 на 7 метра находится в льеже в музее изящных искусств эскиз второй версии этой картины изображен на дереве и находится в королевском музее изящных искусств антвербина художник все более тяготеет к монументальности большеразмерных картин например картины падения мятежных ангелов была написана на арочном холосте размером одиннадцать половиной на почти восемь метров огромное полотно художник пишет много работ на религиозную тему пишет небольшие остроумные жанровые сценки туристичные портреты автопортреты принесли как портретисту вирцу известность написанные в разном возрасте оригинальность концепции композиции энергичность красок смелых игра световыми эффектами широкий взмах кисти дал повод большинству бельгийцев смотреть на виртс как на возродителя их старинной национальной исторической живописи как в общем на прямого наследника рубенса что касаемо рубенса туантуан виртс действительно поставил задачей своего честолюбия сравняться с великим фламандцем в техническом отношении если возможно превзойдя его глубине содержания картины вирса исполнены в приглушенных тонах напоминает старинные фрески мирс был увеличен темой жизни и смерти романтической литературе и множество его работа основана на романах и историях под конец своей жизни художник обратился скульптуре который увлекся еще в молодость он попросил себе студии студия была построена для виртса по обмен на его работы которые он жертву государства только с условием что они должны оставаться в этой мастерской студии во время его жизни и после его смерти в этой же мастерской виртс и скончался его останки были забальзамированы в соответствии с зрением египетским обрядом погребений похоронен в склепе муниципального кладбища эксельса после смерти виртса мастерская стала собственностью государства была превращена в музей носящий имя художник в этом музее хранится 42 картины виртс маленькая информация что среднем всего десять посетителей в день этого музея и правительство все же вынуждено финансировать музей хотя многие требуют закрыть музей но бельгийское государство согласно договору с давно умершим художником обязана показывать его работы всегда и поэтому музей не закрывает компоненты которые он использовал своей техники медленно распадается потому что он разработал новую методику составления красок чтобы достичь похожести поверхности картины с матовым стеклом для этого он соединял с масляными красками скипидер голландский бензин и поэтому вскоре картины виртса останутся только на репродукции в нем медленно распадается ну вот наверное все что я нашел о бельгийском художнике антуане жозефе виртс и бельгийском живописце и скульпторе романтического направления все всем пока всем привет до свидания смотрим работы